Снижение ипотечных ставок, переход на новую форму работы с дольщиками, поддержка застройщиков. Сегодня в Казани на очередном заседании Госсовета обсудили волнующий миллионы россиян квартирный вопрос. Улучшение жилищных условий городской среды – задача национального проекта. Для его реализации в отрасли должны произойти серьезные перемены. Предложение для президента России подготовили главы регионов. Дискуссия проходила в неформальной обстановке. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Вместо залов Кремля, где обычные проходят заседания президиума Госсовета – Казанский Иннополис. В столице Татарстана главы регионов работают уже третий день. В деловой программе – двухсторонние встречи, семинары и презентация проектов. Фотоотчеты руководителей субъектов публикуют в своих аккаунтах в Инстаграме. Нашей рабочей группой обсуждались вопросы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и эффективного использования земель. В рамках работы обсудили предложение с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Работа в рамках Госсовета продолжается. К обсуждению темы строительства присоединились правительство Российской Федерации, Центробанк, Счетная палата и крупнейшие застройщики страны. Заседание Госсовета проходило нестандартно. Такой формат диалога без галстуков опробировали в конце прошлого года в Крыму. Члены правительства, губернаторы, представители строительного бизнеса разбиваются на группы, чтобы обсудить первоочередные задачи и найти варианты решения проблем. Дискуссии за кадром. В прессе главы регионов озвучили резолюцию семинара. Конечно, мы должны ограничить в нормотворческих актах наши федеральные министерства и ведомства. Особенно это касается МЧС, Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства, которые резко ограничивают строительство жилья, вводя именно такие драконовские нормы, по которым в некоторых районах построить жилье будет практически невозможно. Увеличение темпов строительства жилья для республики также первоочередная задача. Глава Чувашии отметил, что на первый план сейчас выходят комплексные проекты. Там, где сдают новые дома, должны обустраивать парки, возводить больницы, школы и детские сады. То есть заранее продумывать логистику строящегося микрорайона. Это определяет спрос на квартиры. Еще одна тема госсовета – снижение ставок по ипотеке. Своим из квадратного метра увеличивается, мы должны стимулировать спрос на жилье. А для этого что нужно делать? Есть разные механизмы, разные инструменты, но в то же время постоянные изменения законодательства Российской Федерации, нормативного правового регулирования в отдельных случаях сдерживают темпы строительства жилья. И рассчитываем на то, что после даже уже государственного совета и правительства Российской Федерации, и федеральные министерства строительства примут ряд таких существенных решений во благо граждан России и во благо жителей регионов Российской Федерации. Ставка по ипотеке, отмечают губернаторы, не должна превышать 8%. Наша задача сделать так, чтобы и жилье строилось по доступным ценам, и человек, и гражданин страны мог приобретать его также по доступному ипотечному кредиту. Поэтому сейчас идет обсуждение, мозговой штурм всевозможных мер поддержки в жилищном строительстве. Обсуждаем снижение барьеров, которые позволят девелоперам быстрее, удобнее, дешевле строить жилье. Еще одно ноу-хау и скроу-счета, с которых невозможно снять деньги, пока не возведен дом. Это должно помочь решить проблему обманутых дольщиков. Президент Татарстана, который руководил рабочей группой по подготовке к госсовету, отмечает, что от перехода на новую систему не должны пострадать добросовестные компании. У нас сегодня добросовестные застройщики берут, мы им землю помогаем, они берут проблемные дома и достраивают. Если этот счет будет, уже такого механизма не будет. Поэтому мы должны какие-то предложения. Поэтому и высказал мнение, что мы бы могли в этих моментах использовать государственную систему федерального казначейства. Приоритетная задача увеличить темпы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Цель амбициозна, но достижима. В конечном итоге реализация национального проекта поможет изменить облик городов, отмечают члены госсовета. Дмитрий Ковалев, Республика из Казани.